Друзья, всем привет! С вами по-прежнему Попова Екатерина, дизайнер интерьера. Сегодня у меня необычный выпуск, я покажу вам квартиру, где был произведен ремонт 7 лет назад, не по моему дизайн-проекту. Хозяйка квартиры Татьяна, генеральный директор компании Двери Альвера, пригласила меня, чтобы я сделала реновацию ее интерьеру. Во время обмеров Татьяна мне рассказала много интересного о плюсах и минусах первого в ее жизни ремонта по дизайн-проекту. А также об эксплуатации квартиры после ремонта. Некоторые моменты были для меня небольшими открытиями, поэтому я попросила Татьяну, чтобы она рассказала вам, моим подписчикам, о том, какие идеи были очень хорошими, а что не понравилось и нужно изменить. У нас была еще в предыдущей квартире вот такая рамка, и мы решили, что здесь будет пачечная, которая будет стиральная машина, сушильная. Хотела еще вот такой маленький лавкак поделиться. Не пользуясь, да? Не пользуясь. Удобно ли, да, пользоваться ванной? И как вы чаще пользуясь, как душем или все-таки как ванной? Этот второй самозил нашей квартиры, он как раз общего использования. А не напрягает ли вас то, что туалет, еще одна дополнительная дверь? Татьяна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Рада вас видеть у себя в квартире. Я много о вас слышала, много знаю, много хороших отзывов. И мне очень приятно, что вы согласились помочь мне провести реновацию в квартире моей. В этой квартире мы делали ремок последний раз и первый раз в 2008 году. 2008 год для меня был изумительный год для моей семьи, потому что в начале года мы купили эту квартиру у Олега Палчева-Табакова. Какая историческая квартира, можно сказать. А в июле мы сделали ремонт и заехали. А в декабре у меня родился младший сын Денис. Поэтому 2008 год был просто знаменательный. Я уверена, что мы сделаем с вами реновацию. И 2018 год для меня будет тоже год с самыми приятными воспоминаниями. Спасибо, да, большое. Я в свою очередь тоже постараюсь сделать так, чтобы вам все понравилось, чтобы все было максимально удобно, комфортно. И вы приходили домой как на праздник. Спасибо. Мы ремонт делали с дизайнером. Так как квартира была без планировки, конечно, мы обсудили техническое задание, что хотим видеть. Здесь, исходя из состава семьи, у меня муж, старший сын, ожидали рождения младшего сына и мой папа. То есть семья из пяти человек. Поэтому из 120 квадратных метров нужно было сделать многофункционально и практично. Для меня это было одно из важных. То есть у каждого члена семьи должна была быть своя комната, свой уголок, правильно? Правильно. А у мужа еще и дополнительный кабинет. Квартира всего 119 квадратных метров и 4 окна. Давайте начнем с коридора. Расскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы здесь были сделаны во время первого ремонта? Что бы вы хотели заменить? Что бы было, может быть, сделано лишнего? Ну, первое, да, мы планировали, чтобы здесь был при входе кафельный пол с подогреванием. Теплый пол электрический, да? Теплый электрический пол, да, вот здесь. Признаюсь честно, за все время здесь, сколько мы живем, мы ни разу не пользовались. То есть можно сказать, что это была лишняя опция? Это, да, лишние расходы. Спустя вот уже столько времени я понимаю, что вот этот шкаф выглядит здесь громоздко. Мне нравятся зеркальные стены, но во время эксплуатации у нас уже было не раз, что чуть дверцы не выпадали. Хотелось бы сделать с ней громоздко, но при этом сохранить зеркало. Давайте я вам предлагаю следующее решение. Так как у вас, у нас есть возможность сделать на вашем производстве двери, даже мебель из массива дуба. Да. И вы даете мне шанс воплотить любые мои свободы. Задумки, да, это на самом деле огромный подарок для дизайнера, когда он может рисовать, а на производстве все будут делать по его эскизам. Обычно, конечно, заказчики ограничивают дизайнера, потому что не хватает денежных средств или не знают, где это произвести. У нас, конечно, особый случай. Вот, и я предлагаю сделать необычный шкаф из массива дерева, а ручки сделать в виде лопасти вертолета. Это будет очень интересно, и мы поддержим наши кривые линии, которые присутствуют, в принципе, в этом открытом пространстве, в коридоре, кухне и гостиной. То есть обычно все стараются скрыть кривые линии, стремятся к прямоугольным формам. Но так как планировка уже сделана, и мы здесь менять ничего не будем. И в ней присутствуют эти кривые линии. Мы их поддержим и сделаем из них не недостаток, а достоинство. Замечательно. И учитывая, что у меня сыновья уже выросли, мне еще важно, чтобы был современный интерьер. Хочу вообще избавиться от элементов классики, поддержать минимализм, чтобы заходил в квартиру. И было легко вот в современном, такой светлый, хороший, красивый интерьер. Да, а зеркало мы все-таки останем, потому что без зеркала в коридоре невозможно обойтись. Перед выходом всегда хочется посмотреть на себя в полный рост, как ты выглядишь. Поэтому зеркало я предлагаю установить на этой стене. Украсим мы зеркало, дополним такими же несимметричными бра. И консоль из массива того же дерева, из которого будет сделан шкаф. Скамья нам тоже будет нужна для того, чтобы переобуться. В этот угол мы спрячем, и туда можно будет вешать повседневную верхнюю одежду. И она не будет портить вид, когда проходишь мимо прихожей, за одной частью квартиры в другую. Да. Татьяна, я обратила внимание, что у вас есть такой один небольшой непроработанный угол. Шкаф заканчивается, и здесь такая голая стена. И получается, когда ты ходишь по коридору, она всегда бросается тебе в глаза и что-то просится сюда. Я предлагаю здесь тоже сделать в клее зеркало в полный рост. Визуально это увеличит объем помещения. На пол поставить консоль оригинальную с присутствием отполированного серебра. Это добавит небольшой шик в наш коридор. А также оживим его искусственным цветком. Замечательно. Знаете, то, что искусственный цветок, мне это очень подходит. Тем более мальчишкам, которые не особо будут любить поливать. И у меня, в общем-то... Он никогда не загнется. Да, никогда не используется. Да. Екатерина, здесь у нас кабинет. Вот наш кабинет. Здесь у нас есть прекрасный стол из массива тупа, который делали на производстве нашей фабрики. Этот стол, я хочу спросить у вас, можем ли мы его сохранить. А что изменить, так это вот эти полки и вот эти стеллажи, которые выполнены уже из искусственных материалов. И выглядят, они удешевляют интерьер кабинета. Делают его более простым. Делают его совсем таким офисным. Несмотря на то, что у нас будет современный интерьер, я уверена, что натуральный материал, он сделает интерьер еще и экологичный, и богаче. Потому что натуральный материал по-другому не может быть. Более живым можно больше слова, да, применять? Кабинет у нас еще всегда и сооружил комнаты для гостей. Вот здесь стоял диван. Диван мы должны будем с вами сохранить. Здесь был классический диван, мы его поменяем. Ну и, соответственно, наверное, уже все, что к этому интерьеру для современного стиля подберем. Вот из недостатка, Татьяна, я помню, вы говорили, что из-за отсутствия окна, так как вы сейчас сказали, 4 окна всего лишь кабинета, у нас остался, получается, без окна. Воздуха в области, да. Сделали в качестве естественного освещения небольшой стеклян. Воздуха, да. Воздуха здесь не хватает. Если кабинет закрыть, дверь закрыть кабинет, воздуха не хватает, очень душно. Поэтому что мы можем сделать? Или какие-то отверстия в дверях, да, для вентиляции, естественно, или, может быть, и решетку предусмотреть в стене. Да, чтобы было вот такое правительное движение воздуха. Татьяна, у меня уже готова для вас эскиз нашего будущего кабинета. Я предлагаю также поддержать нашу асимметрию стены в виде необычных книжных полок. Также мы оставляем, сохраняем диван. Делаем его серого цвета. В качестве элементов декора лакшери я предлагаю зеркало с лучами из зеркальных панелей и бра тоже с полированного серебра. И консоль также подобрана в едином стиле с настенной композицией. Но так как хочется немножко добавить цвета в этот интерьер, я предлагаю использовать цветы в термалин в виде постера, небольших декоров и, конечно же, самое главное, это кресло хозяина кабинета. Отлично. Ну, а стол, получается, мы можем изменить немножко цвет, зашкурим его, чтобы убрать вот этот грязь, да? Да. И оставим, поменяем также ручки. Ручки, конечно, тоже не очень удачно подобраны. А вот по поводу освещения я предлагаю здесь сделать один потолочный светильник, потому что сейчас, мне кажется, маловато, да, свет от этих точечных светильников. Ну, вот и видно, что вот светильников вроде бы много, а... Долгу мало, да? Да, эффекта нет. То есть вот это решение с точечными светильниками оказалось тоже не очень эффективным. Хорошо, сделаем один большой потолочный светильник, хотя он не очень большой, диаметр 45 сантиметров, но он будет полностью освещать эту комнату, и будет ощущение, что она наполнена дневным светом. А эта комната была для моих двух сыновей, вот видите, даже еще и штура напоминает о паровозиках тех детских годах, когда дети были маленькие. Эта комната была для двух сыновей, которая назначалась и как спальня, и как игровая. Сейчас уже дети подросли одного 15 лет, второму 10, поэтому эту комнату мы отдаем старшимусам. Здесь полный должен быть функционал и кровать, и гардероб, и шкаф, рабочий стол, все, что для молодого человека необходимо. А вторую комнату она поменьше, а мы ее ставим для младшего сына. Тот, кто помладше, тому комнату поменьше, да? Да, да. Правильно. Кстати, своим клиентам я всегда рекомендую не обязательно делать огромные, большие детские комнаты, потому что, в принципе, им комфортнее в маленьком пространстве находиться, потому что все по-другой, и они не чувствуют себя лилипутом в гигантском пространстве. Все правильно, и если бы я думала об этом 10 лет тому назад, мы когда переливали в соседнюю комнату, я бы сделала все равно по площади более-менее один. А сегодня, получается, эта комната намного больше, чем предыдущая, чем соседняя комната. Но перепланировку делать мы не будем, поэтому... Чтобы обойтись минимальными затратами и минимальными сверлениями, штраблениями, не напрягать, чтобы соседи. И так как мы розетки тоже не будем демонтировать или перемещать, оставляем их на своих местах, тут уже предусмотрено место для телевизора, соответственно, кровать просится вот в этот угол. Но это не очень хорошо, потому что, когда мы будем заходить в комнату, сразу будет видна кровать. И здесь, скорее всего, я предлагаю сделать небольшое визуальное разграничение пространства, может быть, в виде деревянных реек. Хочется скрыть неправильную форму стены, сделаем здесь встроенный шкаф. Ну да, и тем самым сделаем комнату более прямоугольной и правильной формы. А стол мы оставим здесь же? Да, он прекрасно себя здесь чувствует и находится на своем месте. И естественное освещение как раз попадает с правильной стороны, с нужной стороны. Отлично, окно рядышком находится и прекрасный вид на город открывается из окна. Пройдемте еще во вторую комнату. Это которая маленькая, да? Это которая маленькая, да. А эту комнату я планирую для младшего сына. Я понимаю, она намного меньше и, наверное, конструктивная. Здесь выполнить задачу, чтобы все поместить для одного человека сложнее, чем в той комнате. Но, тем не менее, у нас стоит, она это задача. Значит, здесь также, как вы видите, те же розетки. Нам нужно разместить кровать, письменный стол, ну и комок, наверное. А вместо шкафа мы будем воспользоваться гардеробной, которая в прихожей у нас. Вход из прихожей, да. Ну что, Катерина, пойдемте в гостиную? Пойдем. Это самая важная комната в любой квартире, потому что здесь собирается вся семья. Я утром, вечером, в выходные дни, здесь большой диван, большой стол. Планировалось, что мы все будем собираться и проводить большие семейные ужины. Показала жизнь, что вот такой стол, метр шестьдесят, он вообще не функционален. Я бы сейчас его уменьшила в раза полтора, да, метр назад, в сорок, вообще не более того. И, конечно, в современном стиле. Так как, получается, он занимает много места, а функционально не используется? А функционально не используется. Что еще я бы здесь изменила? Я бы изменила, мне уже давно очень раздражает цвет стен. Когда-то эта декоративная штукатурка была модной, и мне нравился персик, вот такой солнечный цвет. Сейчас, когда уже я поняла, что выбирала, кстати, квартиру обязательно, где не было важно, чтобы были большие окна, и учитывая, что солнечная сторона, после обеда здесь очень светло и идет перенасыщение. Перенасыщение желтого цвета, да, получается? Да, да. Я вот тут на себе ощущала, что вот он становится еще жалче, душно, чем если бы был более прохладный цвет стен. Предлагаю тогда в качестве цвета стен выбрать за основу серый цвет. Он нейтральный, не холодный, не теплый, и всегда будет комфортно. То есть не будет ощущения, что комната перенасыщена огромным количеством желтого цвета. Следующее. Предлагаю эту нишу с полками тоже немного модернизировать. Заднюю стенку мы сделаем в цвет межкомнатных дверей, полки немножко сузим, и между ними сделаем зеркальные вставки. Так эта стенка будет выглядеть, ниша более маленькая и более компактная. Татьяна, скажите, пожалуйста, какие еще есть недостатки в этой комнате? Что бы вам еще хотелось изменить? Мне мешает и уже утяжеляет это наличие вот такого догоуровневого потолка. Возможно, 10 лет тому назад это было актуально, сейчас у нас прямые потолки. Тем более стиль минимализм, современный, никак не будет совмещаться с родинами, с такими награждениями. И плюс опять вот это наличие большого количества точечных светильников, которые функционально никак не влияют на освещение комнаты. Их я бы просила вас пересмотреть, что нужно еще здесь предложить. Плюс еще посмотрите на вот эту стойку. Она может быть и функциональна, но она совсем упрощает интерьер и выглядит вот какой-то такой столовский стиль. Она получается на самом видном месте расположена и совсем прям очень простенькая. И за счет того, что она немного мелких деталей, получается немножко захламленный вид. Да, предлагаю демонтировать эту полку, несмотря на то, что она функциональна. Главное это эстетическое наслаждение помещением, гостиной, кухней. И предлагаю немножко демонтировать вот эту часть стены, перегородку между кухней и гостиной оставить, но сделать ее ровной вот до этого уровня. То есть этот уровень позволит визуально скрыть недостатки то, что происходит на столешнице, небольшую захламленность. И в то же время не будет этих сильных нагромождений. Столешницу сделаем из дерева, поддержим наш эффект дерева по всей квартире. И визуально также сделаем рейки, как вот в детской комнате, разграничение пространства. То есть и воздух туда будет, и света будет попадать. И ощущение визуального расширения пространства останется. И в то же время уберем вот эти нагромождения из гипсокартона. И мне еще вот как хозяйке хотелось бы изменить на кухне в первую очередь освещение, которое было изначально неправильно спроектировано, потому что свет падает на шкафы, а на рабочей зоне у меня тень. Я для этого даже еще светильник дополнительно уже вот с проводами придумала, чтобы как-то решить эту проблему. И плюс, несмотря на то, что по высоте меня вроде бы все и устраивало, но вот чувство обрезанных шкафов, а не недоделанных. Вот прямо вот и просится, чтобы поднять эти шкафы до потолка. Да, Татьяна, я предлагаю вот эту часть кухни верхнюю вообще убрать и сделать нижнюю верхнюю часть по одной стене. Мы оставляем, чтобы с минимальными потерями нам делать реновацию, оставляем каркасы кухни, заменяем фасады, дозаказываем верхнюю часть в глубину верхних шкафов от этой стены до этой стены шкафчики, и делаем шкафчики для посуды белого цвета, тоже от стены до стены. Тем самым у нас эта стена будет свободная, а здесь будет завершенная композиция. Светильники выдвигаем вперед для того, чтобы они освещали столешницу, и также предусмотрим дополнительное светодиодное освещение в нижней части ящичков. Еще, Татьяна, я предлагаю заменить эту плитку. Она очень, в принципе, симпатичная, но совершенно не будет вписываться в наш новый интерьер. Предлагаю подобрать плитку под натуральный камень серого цвета, который будет продолжаться также в коридоре. И, соответственно, серый цвет будет сочетаться с серым диваном и другими серыми аксессуарами. Конечно, демонтаж этой плитки трудоемкая работа, но если мы хотим достигнуть максимально эффектной, красивой квартиры, то нужно идти на некоторые затраты и на некоторые жертвы, скажем так. Хорошо. Я хочу сказать, что вообще кафельный пол здесь – это ошибка. И если бы я сейчас делала ремонт, я бы сделала полностью весь пол из массива дуба, как во всех комнатах. Были опасения, что мокрая зона, нужна будет здесь вода, но, как жизнь показала, ничего подобного не происходило. Только вот разграничение. Теперь приходится его демонтировать и менять. А если бы изначально был бы деревянный пол, как вот везде из массива дуба, то это бы проблема сейчас у нас не стояла. Да, кстати, очень многие боятся делать полы из массива дуба, потому что бывают перепады влажности, он разбухает, деформируется. Скажите, вот у вас было за 10 лет какие-то проблемы с полом вообще? Я очень довольна полом из массива дуба. И рекомендую всем, кто ценит натуральный материал, потому что из массива дуба он сам по себе теплый. Это живой материал, это энергетика, это теплый пол. И сейчас, если мы решаемся на изменение цвета стен, то с полом мы пол не меняем. Мы его шлифуем и тонируем выбранный... Да, серый оттенок. То есть нам не придется делать затратные сложные вещи, всего лишь навсего затонировать. Да. И подобрать нужный необходимый нам оттенок. Да. И он будет еще служить много-много веков. Очень много, да. Еще моим муком останется. Катерина, хотела бы обратить ваше внимание, что эту индукционную плиту я планирую оставить. Отъясни почему. Когда мы сделали мук, здесь была черная стеклянная варочная поверхность. Она была комбинированная. Две конфорки были индукционные, а две обычные. Электрические. Обычные электрические. Когда я попользовалась, я увидела все плюсы и преимущества индукционной плиты. Во-первых, очень быстро нагревается, очень быстро остывает. Готовится вообще совсем быстро. Мои дети, они уже так привыкли к индукционной плите. Поэтому, когда попользуется гученый, во-первых, черный цвет, это прилипает, вернее, все... Все отпечатки, все видно. Все отпечатки. Можно предстоять целый день только мыть ее, да? Да. Даже очень тоненький слой путь, когда только протыше, тут же все это седает, все это видно. Мне понравился этот серый цвет, и я уже, когда смогла менять, выбрала 4 индукционные. Только индукционные. Да, только индукционные. У меня даже сейчас в доме, хотя была возможность поставить газовую плиту, я установила индукционную. Потому что это удобно, комфортно, быстро. И тоже светлого цвета, да, добрали? Да. Интересно, да, вот это оригинальное решение, потому что, как правило, все делают черную поверхность, и на самом деле на ней видно все. И так приходится часто стоять ее отмывать, да. А вот светлая, очень хорошая идея. Я буду предлагать теперь своим заказчикам светлую индукционную панель. Все правильно. А вот столешницу я уже больше не хочу установить. Это ламинированная. Это ламинированная, да? Да, ламинированная, да. Ламинированная, и тут уже отклеивалась ламинация. Я предпочитаю натуральный камень. Объясню почему. У меня сейчас в доме искусственный камень. Акрил, да? Акрил, да. Это неудобно, теряет вид. И все равно не то. Не этого я хочу. Я хочу, чтобы стекло, стеклянная варочная поверхность и натуральный камень. Хотя у меня не было натурального камня, но я чувствую, что это уже следующий шаг, да. Первый у меня ламинированный был, искусственный камень. Теперь натуральный камень. Я думаю, этот этот могу оценить и плюс. Да, сравните, да, достаточно свое мнение сказать. А это мрамор или гранит, или композитный какой-то материал? Я не знаю. А, вы не знаете, нет опыта вообще. Выборит натуральных камней. Но я когда-то, да. Какое-то должно быть натуральное. Я могу порекомендовать, на самом деле, есть что-то среднее между натуральным камнем и искусственным. Это агломерат. Состоит он из 80% из частиц гранита, мрамора и композитным материалом залито. То есть он очень прочный, не реагирует ни на какие-то кислоты, молоко. Вот если вы знаете натуральный камень, он рассказывает, я, честно говоря, не пользовалась никогда не, что он может, если вино вы пролили на столешницу, допустим, немного поменять даже цвет, оставить пятно. А агломерат это такой универсальный материал, то есть вы получаете и натуральность, и максимальную практичность. Да, он, конечно, не самый дешевый, но это того стоит. Вы поставите столешницу и забудете о том. Вы не будете думать, а что он не делал в следующий раз? Столешницу из искусственного камня или ламината, вы просто забудете и будете наслаждаться приготовлением пищи на вашей столешнице. Татьяна, что меня больше всего удивило, это вот это небольшое приспособление. Расскажите, пожалуйста, про него, для чего это нужно. Ну, так как я, видите, изначально запланировала очень маленькую кухню, мусорное ведро, оно не вмещалось, да, и традиционно вот устанавливать под раковину, чтобы был запах, мне показалось это не лучшее решение, поэтому у нас было еще в предыдущей квартире вот такая рамка, это у производителей кухни есть такая опция, рамка, куда вставляется пакет и сверху крышка. Так как мы живем в доме, где мусоропровод очень близкий, не нужно накапливать большое количество мусора, очень удобно чистить обувы, еще там что-то готовить сюда, собирать мусор, достаешь потом пакет из шкафчика, и все, у тебя. Да, очень удобно, то есть это просто делается вырез в столешнице и вставляется туда пакетик специальный, крышечка закрывается, очень удобно. Когда пошел на улицу, тебе не нужно идти за огромные мешка, мусор, маленький пакетик взял, да, очень интересное решение, тоже буду теперь рекомендовать с нами заказчикам такую опцию. Что я уже рассказывала, что одним моим еще важным таким пожеланием при выборе квартиры, это были большие окна. Вот в этой квартире как раз все это есть. Единственное, здесь не очень удачные сами рамы стекления, поэтому спустя вот уже 10 лет я решила еще и заменить окна. Мы скоро ожидаем, причем здесь окна у нас будут тоже из массива дуба. Отлично. А скоро мы уже увидим, как это будет выглядеть. По цвету дверей, у нас они будут с дверями одного цвета, потому что и двери мы тоже будем менять, и окна вместо подоконника тоже. Татьяна, вот такой шикарный вид из окна здесь, и, конечно, обидно, что все это закрывается шторами, и когда ты, допустим, сидишь за столом, обедаешь, нет возможности наслаждаться этим видом. Поэтому я предлагаю избавиться от этих всех штор, пылесморников, скажем так, и сделать акцент на окно. Для этого мы увеличиваем глубину подоконника, тоже его делаем из массива дерева, делаем красивое оформление радиатора, и благодаря такому решению у нас появляется дополнительная столешница. Здесь даже при желании можно будет сидеть на стульчике, пить чашечку кофе и наслаждаться городским пейзажем. Моя мечта, чтобы сидеть возле окна. И, кстати, вы правильно сказали, что вы еще и радиатор оформили, потому что радиаторы уже поизносились, и визуально выглядит не очень красиво. Поэтому сделаем красивое оформление радиаторной решеткой. Квартиры теплые, свою функцию они исполняют хорошо. Да, предостаточно. Поэтому нет смысла делать какие-то стаи дизайнерские радиаторы. Мы просто его красиво оформим, обошьем, и он будет деталью интерьера уже этот радиатор станет. Точнее, точнее, оформление, да? Да, хорошо. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о прачечной. Да, у нас в этой квартире нет балкона, поэтому вопрос, конечно, стоял о том, как мы будем сушить белье. И мы решили, что здесь будет прачечная, которая будет стиральная машина, сушильная. Будут специальные для сушки белья устройства. И здесь у нас стоит еще владельная доска. Очень удобно, занимает минимум место и никак не мешает интерьеру. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о сушильной машине. Вот я, на самом деле, никогда ей не пользовалась, и многие клиенты у меня спрашивают, в каком виде не деформирует ли сушильная машина вообще белье? Сушильная машина – это вообще находка, потому что она не только не деформирует, она еще и разглаживает. Любые вещи, там все зависит, наверное, на модификации. У меня сейчас и в доме тоже сушильная машина, хотя, пожалуйста, нужно много мест для сушки белья. Я пользуюсь постоянно, потому что из сушильки ты получаешь белье уже полусухое, и оно еще разглажено. Ты можешь аккуратно сложить, оно досохнет, и там уже утюгом минимум усилий у тебя прекрасно. И рубашки, и шерстяные вещи, и джинсы. Я для своих мальчишек минимум глажу. То есть вы постоянно ей пользуетесь, очень довольны и рекомендуете, да, всем? Да, да. Это уже проверено временем. Сушильки нужны. Вот первые сушильки, которые были очень-очень давно, причем даже там и стиральная машинка, и сушилка была два в одном. Вот там действительно и белье мялось, и пересушивалось, и было неудобно. Сейчас современные сушильные машины исправляются прекрасно. Да, потому что у многих сейчас в современных квартирах нет балконов, и вот люди очень переживают, как им решить эту задачу, вопрос. Отлично. Спасибо, что поделились опытом. Пройдем дальше? Пойдемте. Татьяна, еще такой вопрос. Удобно ли, что дверь в спальню идет из гостиной? Не мешало ли это вам в процессе эксплуатации жилья в квартире? Вы вот задали вопрос, и я, честно говоря, до этого даже ни разу не задумывалась. Это говорит о том, что было все удобно и комфортно. И комфортно, да, потому что... А сейчас я подумала, очень замечательно, что наша спальня с мужем и детские комнаты, они находятся в разных частях квартиры, потому что, чем они там занимаются, нам это никак не будет мешать. Да, то есть у них там в той части квартиры своя жизнь протекает, а у вас своя. Я часто, кстати, предлагаю своим клиентам вход в спальню из гостиной, но многие вот сомневаются. Спасибо, что рассказали. Есть ли двери из массива дуба, которые обладают высокой шумоизоляцией, то уже ничего не мешает, даже если здесь будут в гостиной смотреть телевизор. То есть еще просто предусмотреть шумоизоляцию хорошую. Шумоизоляцию. Дверь не должна быть остекленная, она должна быть глухая, и если это еще только массив... Массив дуба, то это вообще, да, супер. Татьяна, ваша спальня очень маленькая, но при этом довольно-таки уютная. Скажите, пожалуйста, то, что здесь мало площади, мешало ли это вам как-то, нравилось, не нравилось? Я считаю, что спальня, она должна быть маленькой, потому что ты сюда пришел, переночевал и ушел. Здесь ты не проводишь столько времени, как в гостиной или на кухне. Или даже мои ребята в своих комнатах, там у них полностью идет весь свой жизненный цикл. А здесь только для того, чтобы переночевать. Поэтому здесь не должна быть такой площади. Единственное, что сюда нужно добавить, это комод и для косметики... Туалетный столик предусмотреть, да, для макияжа. Да, должны вмещаться в спальню. Все, все остальное больше здесь нет необходимости. Здесь вот, я смотрю, дверь ведет гардеробную, вы сказали, что вы ее вообще не пользуетесь, да? Вообще не пользуюсь. И вот уже и в доме у меня тоже стоит дверь гардеробная. Не пользуюсь, не функционально. Сейчас мы, когда будем делать с вами реновацию, мы уберем вообще эту перегородку и оставим обрамление от проема наличниками и доборами. Все, не нужно. Это только лишнее, во-первых, и хоть и немного, но все равно пространство седает. И для... Лишний затрат. То есть вы рекомендуете, если есть гардеробная комната, которая присоединена к спальню, то спокойно отказывается от всяких перегородок и дверей. Да, это приватная зона, это только мою пространство. И потолок, соответственно, вот этот полукруглый мы тоже демонтируем, делаем ровный, аккуратный. Да, да. Я представляю, что там наверху уже скопилось, не буду даже думать об этом, но тоже, конечно, здесь лишненько показывают уже. Хотела сделать элемент дизайна, а на самом деле прошло время, и получилось, что это уже элемент антитрендов. Да. Да. Давайте тогда теперь еще посмотрим вашу гардеробную комнату. У вас тут получается целый свой маленький мир, своя гардеробная комната, ванна и туалет. Да. Гардеробная у нас просто такая же миниатюрная, как и спальня, но она вполне справляется со своей задачей. То есть здесь вмещался весь мой гардероб и напротив гардероб супруга. Хотела еще вот такой маленький лавкак поделиться. Вот такая сушка, которая продается в любом, наверное, на хозяйственном магазине, очень удобно использовать, как для, например, хранения, когда переодеваешься, домашнюю одежду. Небольшая вешалка такая. Как небольшая вешалка, да. Переоделся домашнюю одежду, или наоборот, когда приходишь, тоже сразу переоделся и... Закинул туда быстро, удобно. Да, да, да. И чистые вещи не перемешиваются. Не перемешиваются, да. И запахи уже, вот оно отдельно изолировано. А наша гардеробная переходит в ванную комнату и в санузел. А в ванной комнате меня устраивает все за исключением вот мебели для... Вместе с раковиной. Вот это я хотела бы поменять. Все остальное... Заменяем тумбу с раковиной, да, и навесное зеркало. И работаем с освещением. Да, все тоже освещение, Точно, светильники. Соответственно, даже если захочешь здесь нанести макияж, это практически нереально, да. Удобно ли, да, пользоваться ванной? И как вы чаще пользуетесь? Как душем или все-таки как ванной? Как душем. Как душем, да? Как душем. Ванной мы пользовались, когда дети были маленькие. Я здесь купала своих детей. Как я и рассказываю в своем видеоролике, что выбирать, душевую кабину или ванну. То есть, если у вас есть маленькие дети, то обязательно нужна ванна. Да. А когда все-таки более взрослый, побыстрее, это все душ, да? Да. Мой 9-летний сын до сих пор ванной. То есть, он говорит, я не умею душа и предпочитаю эту ванну. Хотя мне еще очень понравилось ваше решение, то, что туалет разделен дверью. Скажите, удобно ли пользоваться этим? И не напрягает ли, что приходится лишний раз открывать и закрывать дверь? Вот здесь дверь нужна. Если я говорила про спальню, что там она лишняя, то здесь нужно, конечно, одновременно пользоваться и санузлом, и ванной. То есть, да, два человека. И плитка здесь подобрана тоже очень удачно. Получается, она актуальна и на сегодняшний день. И завершающее помещение – это гостевой санузел. Давайте расскажем про него, все, что нам здесь нужно изменить и как улучшить, обустроить. Этот второй санузел нашей квартиры, он как раз общего использования. Мне бы хотелось здесь делать что-то повеселее, попривлекательнее, потому что вот я вижу спустя уже что-то время, что достаточно скучные цвета, такие вот мрачные тона. Монотонные, да? Монотонные. И когда сюда заходишь, настроение сразу меняется. Можем мы что-то делать в другую сторону для понятия настроения, да? Особенно, представьте, в утром встаешь, заходишь, а здесь такие скучные цвета. Да, и настроение ухудшается, да? Нужно, чтобы настроение улучшалось? Да, Татьяна, давайте плитку мы, конечно, менять не будем, потому что это очень сложно, долго, и в принципе мы можем вытянуть этот санузел, его настроение при помощи аксессуаров. Например, возьмем цветные коврики, цветные полотенца и, конечно, поменять тумбус. Поменяются, да. Да, и поменяются. Скажите, кстати, да, вы мне рассказывали, что в ней есть какие-то недостатки, вам не нравится, да? Ну, мне не нравится здесь расположение экрана, потому что душевая кабина все время в брызгах, так как она прозрачная, то есть видно заметно. и мне не нравится, вот я уже говорила, что я не люблю, теперь не буду никогда покупать из искусственного камня. Только натуральная керамика. Оно видно, оно теряет вид, ну, не практично для использования. Хотя вначале я считала наоборот, и выбирала цвет такой нейтральный. Да, вроде бы казалось бы, да, цвет бежевый не должен терять внешний вид, но получается... Теряет. Вот керамика, она остается незаменитой с годами. Велоснежная. Да, фарфор. Да, фарфор. Отлично. Значит, будем выбирать тумбу с раковиной из фарфора. И поменяем, соответственно, тоже смеситель. У меня, кстати, недавно вышел видеоролик о выборе тумбы с раковиной. Советую вам посмотреть. Хорошо. Вы там что-то увидите. Тоже интересно. Обязательно посмотрите. Спасибо. Татьяна, я обратила внимание на очень красивые двери, которые прекрасно сохранились и выглядят практически как новые. Это двери вашего производства? Да. Эти двери нашего производства. И, кстати, если что-то уже изменилось чисто внешне, спустя годы эксплуатации, то двери, они выглядят еще красивее, потому что структура дерева становится чуть-чуть. Более ярко выраженная. Да, и вы сами видите это. А то, так как я являюсь и производителем дверей, и мы меняем полностью стиль, я буду менять двери на современный стиль, потому что принято считать, что массив дуба – это чистая классика. Я вот у себя, на своей квартире, покажу, что массив дуба может прекрасно сочетаться еще и в современных интерьерах. Да, отлично. Еще я предлагаю визуально увеличить двери по высоте. Все-таки потолки высокие и хочется немного приподнять двери. Но так как мы не хотим деформировать стену, сделаем это визуально. Да, согласна. Вот тут, кстати, была сразу недоработка, что не воспользоваться такой высотой, не сделали высоту дверей повыше, потому что высота потолков полагает. Да, потому что вы же здесь все стены сами возводили и могли делать любую высоту. Вы сами производители могли позволить себе это. Дверный полокон у нас 2,10. Мы проемы менять не будем. Мы сделаем пачку про угол. То есть, да, одну часть двери будет как будто бы продолжение ее. Посмотрим. Очень интересно, как это будет выглядеть. И что мы здесь, кстати, с потолками делаем? Мы убираем вот эти все выступы, надстройки? Екатерина, убираем. Делаем максимально ровный, гладкий потолок, который не будет напрягать визуально, да, и прекрасно впишется в наш минимализм. Да. Наш обзор квартиры подошел к концу. Татьяна, я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились рассказать моим подписчикам о вашем опыте эксплуатации квартиры после ремонта по дизайн-проекту. Через две недели начинается реновация. Я желаю нам успехов, чтобы все получилось как задумано, красиво, стильно и функционально. Вам хороших продаж. Спасибо большое. Ну что, тогда в путь, да? Посмотрим результат. Да, вперед, навстречу красивым интерьерам. Спасибо всем, что остаетесь со мной. С вами была Екатерина Попова и мой канал Школа дизайна Кати. Всем пока и до новых встреч. Пока. Еще ставим пальчики вверх. Пальчики вверх обязательно ставим.